всем большой привет вы на канале сижу вижу с вами яна сегодня хочу показать вам очень интересный узор а интересен он тем что он вяжется очень просто но выглядит совершенно волшебно его грани все время видоизменяются как не поверни полотно это мы увидим с вами немножечко позже сейчас давайте приступим к нашему узору и так для того чтобы провязать такой узор наберите на спицы количество петель кратное двум одну петлю для симметрии и 2 кромочные высоту этот узор в шахматном порядке составит 4 ряда для своего образца я набрала 4 раппорта одну петлю для симметрии и 2 кромочные мы сейчас провяжем его поворотными рядами также я вам покажу как он вяжется по кругу а начнем мы вязать этот узор с изнаночной стороны полотна с установочного ряда установочный ряд для этого узора состоит из резиночки 1 на 1 которую мы начнем вязать изнаночной петлей 1 изнаночная 1 лицевая повторяем изнаночная лицевая последний раппорт изнаночная лицевая петля для симметрии провязывается также изнаночной и кромочная приступаем к первому лицевому ряду и по ходу вязания я буду вам объяснять как ориентироваться в этом узоре кромочную по традиции мы переснимаем и мы сразу видим лицевую петлю эту лицевую петлю мы провязываем лицевой далее идет изнаночная вот когда мы видим изнаночную петлю мы спускаемся под петлю на ряд ниже вытягиваем длинную петлю и накидываем ее на спицу после чего эти две петли мы должны провязать одной лицевой за заднюю стеночку это раппорт первого ряда повторяем лицевую обычную петлю мы провязываем лицевой а изнаночную петлю мы провязываем на ряд ниже под петлей вот сюда накидываем вытянутую петлю на спицу и провязываем 2 вместе одной лицевой за заднюю стенку и последний раппорт лицевую петлю лицевой провязываем изнаночную на ряд ниже под петлю вытягиваем длинную петлю накидываем и провязываем вместе с изнаночной одной лицевой в конце петлю для симметрии мы провязываем лицевой и кромочная второй изнаночный ряд кромочная первая петля лицевая 2 изнаночная то есть фактически мы опять вяжем резиночку 1 на 1 но лучшего понимания этого узора обратите внимание что изнаночную петлю мы будем провязывать лицевой за переднюю стенку а вторую тоже она похожа на изнаночную но она как бы с двойным обвитием снизу вот здесь у нас получается 2 обвитие видите и вот эту вот толстенькую петлю мы будем провязывать изнаночной далее опять мы видим обычную изнаночную петлю которую мы провязываем лицевой за переднюю стенку а вот эту пузатенькую с пузатеньким основанием изнаночную петлю мы будем провязывать изнаночной и так 1 лицевая 1 изнаночная в конце ряда петля для симметрии провязывается лицевой и кромочная 3 лицевой ряд давайте теперь мы повторим все то же самое но в шахматном порядке переснимаем кромочную сразу видим изнаночную значит мы спускаемся под петлю на ряд ниже вытягиваем длинную петлю накидываем на спицы и провязываем 2 вместе лицевой следующая петля лицевая моя провязываем лицевой раппорт 3 ряда повторяем изнаночную мы провязываем под петлю вытягиваем длинную нить провязываем 2 вместе лицевой следующая обычная лицевая петля и так мы до конца ряда вытягиваем длинную петлю провязываем 2 вместе лицевой далее 1 лицевая еще раз длинная петля 2 вместе лицевой за заднюю стенку и обычная лицевая и в конце у нас остается петля для симметрии мы ее также провязываем на ряд ниже вытягивая длинную петлю и провязываем эти две петли вместе одной лицевой в конце кромочная и заключительный 4 изнаночный ряд мы видим изнаночную петлю с двойным основанием провязываем ее изнаночной а следующую обычную простую изнаночную мы провяжем лицевой за переднюю стенку еще раз 1 изнаночная 1 лицевая изнаночная лицевая изнаночная с двойным основанием обычно изнаночная лицевой и в конце петля для симметрии изнаночная и кромочная и так мы провязали с вами один рапорт высоту в шахматном порядке поворотными рядами сам узор мы рассмотрим немножечко позже а сейчас я вам покажу как он вяжется по кругу ну а для тех кто хочет провязать этот узор по кругу наберите на спицы количество петель кратное двум и одну петлю для замыкания в круг напоминаю вам что я буду вязать этот узор по кругу на двух прямых спицах поэтому я буду использовать две кромочные петли вам они не нужны на них внимание не обращайте мне это нужно для фиксации ниточки и так приступаем к установочному ряду первая петля у нас будет лицевая 2 изнаночная вяжем так до конца ряда лицевая изнаночная первая петля обычная лицевая вторую петлю мы должны провязать на один ряд ниже то есть вставляем спицу вытягиваем длинную петлю и провязываем 2 вместе 1 лицевой рапорт 1 ряда и еще раз 1 лицевая из-под изнаночной петли вытягиваем длинную петлю и провязываем 2 вместе одной лицевой второй ряд обратите внимание как расположены петли 1 петля у нас обычная лицевая а вторая петля также она лицевая, но с пухлым таким вот основанием под петлей. Итак, вот эту обычную лицевую мы должны провязать изнаночной, а вот вторую петлю с пухленьким основанием мы должны провязать обычной лицевой. То есть, получается, мы снова должны провязать этот ряд резиночкой 1х1. 1 изнаночная, 1 лицевая. И последний раппорт, изнаночная и лицевая петля. Третий и четвертый ряд мы провяжем точно так же, как и предыдущие два ряда, только в шахматном порядке. Итак, мы видим изнаночную петлю, поэтому мы спускаемся на ряд ниже, вытягиваем длинную петлю, надеваем на спицу и провязываем 2 вместе, 1 лицевой. Следующая петля обычная лицевая. Повторяем. На ряд ниже, надеваем петлю, провязываем 2 вместе лицевой. Следующая обычная лицевая. Еще раз. Длинную петлю вытягиваем, 2 вместе, 1 лицевой и обычная лицевая. И последний четвертый ряд. Лицевую петлю с пузатеньким основанием мы провязываем лицевой, а обычную простую лицевую петлю мы провяжем изнаночной. Так вяжем до конца ряда. Мы провязали с вами этот узор так, как он вяжется по кругу. Вот так выглядит этот образец. Ну а теперь давайте рассмотрим образец побольше. Вот такой вот узор мы должны получить в итоге. Очень интересный фоновый узор. Я решила его сегодня провязать пряжей в состав, который входит 50% хлопка и 50% акрила. Пряжа эта, на мой взгляд, довольно-таки капризная. Я ее специально взяла посмотреть, как он будет смотреться и можно ли его применить на лето. Я очень довольна тем, что получилось. Очень интересно и красиво этот узор. Видите, играет на свету. Он видоизменяется, как калейдоскоп. Очень красиво. С одной стороны это как будто бы ячейки, с другой стороны как будто бы имитация рельефной лицевой глади. С третьей стороны это какие-то диагональные треугольники, полосочки. Даже не знаю, как это все назвать. Вот такая вот интересная получается картина. Вот видите, какой он. Узор этот получается рельефный. Вот с такой структурой. Если его подрастянуть, он выглядит вот так. Обладает этот узор средней эластичностью в высоту, вверх. И немного больше он растягивается, но не совсем, но немножечко больше все-таки в стороны. Но учитывайте то, что я провязала этот узор пряжей, в составе которой есть хлопок. Поэтому он не особо тянется. Но я думаю, что и в акриле, и в шерсти он будет тянуться не сильно. Не сильно. Но в этом узоре очень интересная изнанка. Лично мне она нравится больше, чем лицевая сторона узора. Смотрите, это вообще что-то невероятное. Вот такой вот интересный узор с изюминкой. Кого заинтересовал наборный ряд в этом образце, я оставлю ссылочку в правом верхнем углу. Переходите, смотрите мой авторский наборный край. По поводу пряжи. Это пряжа 50% хлопка и 50% акрила. Плотность ее 210 метров на 100 грамм. И провязала я этот образец спицами номер 3,5 миллиметра. И также еще обратите внимание, когда вы будете вязать особенно хлопком, затягивайте и обращайте внимание на кромочные петли, чтобы они не растянулись и край не выглядел расхлябанно. То есть обращайте внимание и немножечко туже затягивайте край именно в этом узоре. Ну а на этом я завершаю свой мастер-класс. Надеюсь, узор вам понравился. Если это так, отметьте это пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. А я хочу поблагодарить вас за просмотр. И встретимся мы с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok